Книга «Открытым оком», том 3, тема работа, вопрос 1146. Если человек трудится на износ, имеет ли он право этого же требовать от других? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это выражение на износ отсутствует в Библии. Там есть другие слова. Если держать на них ориентир, то и тогда их невозможно превысить. Марка 12.33 И любить его всем сердцем, и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Лука 17.10 Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Песнь, песни 1.3 «Влеки меня, мы побежим за тобою, царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любят тебя». 1 Коринфянам 4.16 «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Филиппийцам 3.17 «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 1 Коринфянам 9.24 «Не знаете ли, что бегущие на Ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». «Когда читаешь о долгожителях, где бы они ни жили, или в Грузии, или в Дании, то у всех их есть одно одинаковое. Это трудолюбие. Ни один лодыр не доживет и до половины дней своих. В человеческом организме заложен страшный потенциал жизнеспособности. Когда одна оставшаяся неповрежденная почка сразу же берет на себя функции потерянной и т.п.». Последние исследования показали, что нормальный развитый человек, нормально, хорошо работающий, использует не 4%, как думали раньше, но всего лишь 3% из того, что заложено в него. У подавляющего большинства жителей Земли 97% таланта зарыто в землю. Ужас! Износ чего? Какого органа? Даже сегодня до нас доходят сведения, как о профессоре Скоробогатовой, которая родилась слепо-глухонемой и поднялась на такую высоту духовного развития. О каком уж износе говорить, когда мы имеем и глаза, и уши? На физической работе Бог это предусмотрел чудной субботой, днем покоя. Если ее убрать, то будет износ. Жадные рабовладельцы в Америке не давали продыху годами неграм, и они нещадно умирали. Сотни тысяч привозимых в цепях не успевали восполнять эти потери. Как только дали им праздничный день воскресенья, начался приплод, и черная нация готова вытеснить белую уже в ближайшее десятилетие.